Привет из Германии, добро пожаловать на обзор моего нового Power2Max NG ECO. Да, немножко подешевле модель и посмотрим сразу анбокс. Здесь у нас мануал, наклейки и сам ваттметр, больше и не нужно. Собственно, этот ваттметр ECO версия, в отличие от NG, имеет батарейку сменяемую и ваттметр включился в первый раз. Его можно связать с телефоном, сделать аккаунт и мой ваттметр, по крайней мере, с самого начала запросил разрешение на апдейт, который произошел довольно таки быстро. В самом аппе можно узнать кучу различных информационных данных, то есть просто посмотреть, но и изменить всяческие параметры тоже. А именно отключить AutoZero, например, который чуть позже, посмотреть сколько батарейки осталось и, в принципе, поиграть с гаджетом, посмотреть какие у него огоньки, загорается или нет. То есть все, что можно сделать с ваттметром, можно сделать через апп специальный от Power2Max. В том числе через этот апп, кроме апдейтов, можно запустить апгрейды дополнительные. Но для начала монтирую этот ваттметр и для этого сниму старую систему. Этот ваттметр сделан для ротора Aldew или Vegas. И, собственно, можно самые разные выбрать ваттметр от Power2Max. Но вот здесь ваттметр заменяет паук. И здесь разница в весе. Был ли апгрейд? Большой вопрос. По крайней мере, не по весу точно. Но в самом ваттметре указатели того, как овальные звезды от ротора можно ставить. И сам производитель рекомендует использовать Loctite 243, по-моему. И действительно классная штука. Советую. Вот так вот выглядит ваттметр монтированно. И в сравнении со старой версией. Осталось нанести последний штрих. Наклеить вот эти наклеечки. Они стоят буквально 5 евро. Можно выбрать. То есть я выбрал белый. В будущем можно будет всегда сменить на черный, красный и так далее, и так далее. Но как, собственно, работают ваты? И сначала мы давим на педальку. Потом ваши усилия идут по шатуну в паук. Паук закреплен к звездам или наоборот звезды к пауку. От этого все к цепи и дальше до колеса. Но, собственно, в самом пауке что происходит? Почему там электроника? Почему это умный паук, скажем так? Там происходит во время давления деформации в материале. Как видно, это паук от ротора. Алюминиевый материал. И он деформируется. Мельчайшая деформация происходит. Но этого достаточно, чтобы струнки, которые проложены в этом пауке от Power2Max, они деформировались тоже. И электроника, собственно, измеряет эту деформацию и выводит в ватах, умножает на Cadence и так далее, и так далее. Как сменить батарейку? На самом деле, очень просто. Это не 2032 классическая, а, по-моему, 2450 или что-то такое. Но она не дорогая вообще. И держит тоже гораздо дольше, чем встроенный аккумулятор. Кому вот такой вариант лучше подходит со сменной батареей, кому-то интегрированный нравится больше. Дальше проведу тестовую поездку. Собственно, Garmin очень быстро находит этот весь ваттметр. И я отключил AutoZero на самом деле, потому что это функция, которой я не совсем доверяю, несмотря на то, что она с 2010 года уже введена. И она калибрирует ваттметр, когда вы не педалируете в течение хотя бы двух секунд. Но я лучше в начале поездки. И, собственно, да, ваты вернулись, все показатели вернулись в углу экрана. Теперь все это можно будет на канале увидеть. В следующий раз, конечно, камеру немножко повыше, наверное, поставлю. Как вы считаете, дайте знать мне в комментариях. Но ваттметр определенно работает. В нем имеется точность 2%, плюс-минус 2%. Есть версия плюс-минус 1%. Кому это точно нужно или не нужно, об этом в следующих видео, в том числе всяческие эксперименты и так далее. Все это ожидает вас на канале, поэтому подписывайтесь. Огромное спасибо PowerToMax. Я не получал ваттметр бесплатно, но спасибо им за коллаборацию в любом случае. До-два. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова